Друзья мои, посмотрите, какой мой муж злой. Когда он проснулся голодный без сигареташки, выросли, 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 стоят волосы, все стоит, еле его разбудило. Посмотрите на него, как петух, как петух. Ашкем, иди в магазин, сахар мне купи. Ашкем, магазин иди, шекер албана. Я должна делать печеное шапшак, чтобы сегодня годовщина смерти у моего отца и хочу отдать соседям. Это я вот постирала, сейчас должна постелить все. Ашкем, яички мне, яйца принеси, шекер. В общем, вот такие дела. Такое, как навела порядок у нас на кухне. По шкафам, по шкафам. Вытерла везде все. Вот. Сейчас, знаете, что хочу? Нашла ромашку. Ромашку нашла, да? Вот у меня есть веточки вишенок, вишенок. Что-то захотелось мне чайку. Я же не ем целый день, ашкема поддерживаю, да? Заварю себе в таком чайнике чай. Посмотрите, пожалуйста, и подскажите, что это такое. Это мне дала моя заловка. Это, кажется, семена льна, не так ли? И вот такие вот мелкие семена. Надо их тоже как-то приспособить или пить, или кушать. Вы знаете, что это? Это не чао-чао, чао-чао. Как они называются? Посмотрите. Вот они стоят у меня в банку, я пересыпала. Она как-то мне, когда отдавала это, говорит, возьми это для похудения. Но так руки и не дошли до него. Сейчас уже грейфрукт, сезон закончился. Я хочу как-то продолжить профилактику, лечение. И хочу заняться, что с ним можно делать. Я помню раньше, вот когда были семена льна, я их, знаете, что покупала килограммами здесь. В Батуми оно подороже стоит, здесь вообще дешево. И я вот ела прямо, разжевывала семена льна. Я постоянно что-то, что-то придумываю. Спонсор моего канала – онлайн-платформа ГИГОС. А вот и сама я. Не успела с вами поздороваться, решила, не хотела себя показывать, а сейчас решила, думаю, покажу. Знаете что? Вот эти семена льна я раньше, помню, год назад, наверное, активно принимала профилактики глистов, паразитов, извиняюсь. Ну, оно очень полезное. Может, поэтому и похудела тоже тогда. Не пойму я. В общем, я это 2-3 года постоянно мне аж как бы покупала килограммами. Я чайную ножку и запивала, и хрожевывала, и запивала водой, или растворяла в йогурте. В общем, в еду можно добавлять салат, и она так хрустит, и нормально жуётся. Ну, в общем, это кушала. Помню даже одно время, когда я была на Дюкана диете, в Батуми, там было условие хлопья, не хлопья, а отруби, а санны. Вот я их постоянно принимала. И вот приехала сюда, тоже принимала. Но здесь по-другому они называются, но есть. В общем, всё есть, да. Как-то постоянно, последние года, и насколько я помню, вечно была проблема с лишним весом, потому что были периоды объедания, периоды голода, и всегда контролировала. Ну и всегда я лечилась. Чаи пила, ромашку, ромашку. Кстати, сейчас вот у меня заварится этот чаёк. Ой, букет обалденный, девочки. У меня ещё есть пара дуба. Я с Грузии привезла, и много чего, травах есть таких, надо тоже попить. Хочу показать вам турецкий такой вот, пряности это, или плод. Говорят, очень полезно. Моя подруга, вот, в Стамбуле, Лена её зовут, она давно замужем, говорит, вот это съедай каждый день. Вот это как прополис она мне посоветовала. И вот, ну не запоминаю я название пока, может не сталкивалась. И вот я купила так пару, что вот до сих пор оно мне лежит. И нужно его прятать в пакет, потому что оно сохнет, и вообще тогда не прожевать. Но я его залила кипятком, и так ушла. Сейчас вместе с вами поем. Потому что, знаете, какой он на вкус? Вот такие семечки. Кстати, я сейчас, знаете, что сделала? Где мы, когда копаю? А вдруг? И сладкое. Я сначала думала, что это перец. Вкусно вот. Говорят, очень полезный. Запах у него, запах не такой приятный, но вкус очень вкусный. Сладенький, с кислиной, сладенький. Кусаю этими зубами, боюсь, вдруг поломаю. Все-таки уже немолодая. У нас крепче зубы. В общем, мы же съем и выпьем этот чайок. Как я говорила уже, сегодня годовщина смерти моего отца. Нужно помянуть обязательно. Помянуть как? Хочу спечь моя сестра. Всегда напоминает об этом празднике. Потому что отец умер. У меня на руках. Я не помню, в принципе, ничего. И помню его так. Но вот она меня сообщила, чтобы я что-то спекла или приготовила и отдала соседям. Сейчас я хочу быстренько печенье, хотя у меня еще рулет есть, но хочу быстро сделать. Менит сахара. И Ашкин. Ашкин. Ашкин, Лютфен, гид маркета. Эндер. Лютфен, Ашкин, гид маркета. Я в румбине. В общем, такие дела. Такие планы. Суп я ночь вчера приготовила с мантами моему Ашкину. Сейчас покажу, кстати. Он так обрадовался. Вот для чего нужны манты. Вот я же с вами объясню. Пришел, посмотрите на него. Посмотрите на него. Какой он злой! Сумасшедший это вот на посту. Оруч. Как на него действует. Посмотрите. Волосы стоят. Выросли. Ашкин. Сын и илык я был. Илык. Хорошая сделаем. Хорошая. Прикасаться к нему нельзя, потому что он говорит запрет. Ясак, ясак. Он утром. Я уже. Маркет, агит. Шекерал, юмуртал. Иди, иди, иди. Давай, давай, бирас. Гис. Дешарая. На, 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 на. Давай, мой хороший, давай. Иди, иди. Что хочу показать. Сейчас. В общем, показываю вам сегодня. Такой очень домашний блок. Жую. В общем. Сейчас я вам покажу что-то. Смотрите. в курсе продаются вот такие манты. Что с ними делать? Сейчас покажу, что с ними надо делать. Сейчас камеру переключу. Посмотрите, вчера какой я приготовила суп. Они разбухли. Вот. Сейчас холодный он. Манты. Никакой зажарки не надо. Зажарка, знаете, какая? Сливочное масло. Чуть-чуть растительное. Затем ложка мяты. Пол ложки томатной пасты. Еще какая пряность? Тимьян. Везде они тимьян пихают. Черный перец, красный перец. И все. Закипело. И суп. Вот такой суп будет он сегодня кушать. Ой. Да. У меня еще здесь только запасов гречки. Посмотрите, никак я ее не кушаю. Хлеб я тоже прячу, потому что он у нас не естся. Тут я разморозила печенку. Значит, и буду... Вот капуста, видите, сделала салат, так он и не покушал. Что у меня в холодильнике называется? Ну, это вчерашний обед, что я сделала курицу. Видите, не доел. Я не знаю. И рулет вот я такой приготовила, сюда спрятала. Тут зелень. В общем, такие дела. В общем, пожалуйста, напишите в комментариях, что я вам показала, как называется, и как его кушать, как приготовить. А я сейчас буду готовить шипшак быстренько. Быстренько. Там надо 10 минут, чтобы сделать тесто вообще, без проблемы. И вот опять пришел. Опять пришел. Смотрите, как он смешно. А ну, быстро поменяем. Иди, иди. Дегиштыр. Все, я его провожаю в магазин. Посмотрите, как легко это печеное делать. Вот посмотрите, все вместе побросало. Вот видите, яйцо. Полтора стакана муки, манки. Вот такой стакан йогурта. Вот видите. Сюда наливаю растительное масло. Стакан растительного масла. Видите? Вообще супер рецепт. И вот все, бросаю муку в стакан. Так, что я сейчас сделала? Взяла разрыхлитель на муку. Так же делают его, не так ли? Ванилин. Сюда. Будем смешивать. Все, мои хорошие. Помешала. Сформировала шарики и в духовку. Через 15 минут готово. И нужно залить сиропом. Поэтому я сейчас просто положу, что приготовлю на духовку. Какашка придет в горячем виде, надо заливать сиропом. В общем, вот так вот делается шапшак. Или шипшак. Вот забываю название турецкие. Кстати, тесто мешу ложкой. Понимаете? Настолько легко месить. Ложкой все размешала. Вот такое тесто. И добавила цедру из апельсиновых корочек. Вот такие вот у меня печеньки получились. Я не смазала противень ничем. Быстро все сделала. Сейчас поставлю это в духовку запекаться на 15 минут. При температуре 180 градусов. Здесь я нарезала печень. Буду жарить печень. И салатом будем кушать сегодня. На ифтар. Мой чаек заварился. И буду вместе с вами пробовать. Так как первый раз делаю такой состав. Пахнет и мятой, и апельсином. Посмотрим на вкус. Приятный. Приятно пьется. Такой приятный. И вкус. Мята очень вкусно все делает. Приятного всем чайпития. Посмотрите, мои хорошие, какое у меня вышло печенье. Залила сиропом. Сейчас оно остуживается. Видите, вообще бесподобное печенье. Обязательно пользуйтесь рецептом моим. А здесь посмотрите, что у меня за бардак. Я занимаюсь пересаживанием цветов. Вот поменяла этот, и этот. Этот у меня заболел. Я его побрызгала лекарством. В общем, еще осталось много горшков. Четыре горшка. Продолжу после ужина. Вот такой бардак у меня. Друзья мои, хочу показать вам, как Ашкэм кушает. Проголодался мой Ашкэм. Покажу, что я сегодня приготовила на ужин. Ну вот я вам рассказывала вот такого чёрба с мантами. Такие пельмешки турецкие, видите? Если кому-то интересно, могу научить. Салат я сделала и печень пожаренную. Вот здесь у нас фанта. Я люблю очень мяту. Видим, есть финики. И сладости также я напекла и вчера рулет, и сегодня. Приятного всем аппетита! Ставьте лайки! Пальчики кверху! С вами была Светлана Ата. Пока-пока! Поужинали, перешли с Ашкэмом на чай. Вот эти сладости я сделала. Это он купил в магазине. В пекарне. Очень вкусные финики мы кушаем. Ашкэм счастлива. Ашкэм сэн мутлумус он емех еды. Сигара и чтэн. Утром встает, как петух. Днем, вернее. Ну, приятного всем аппетита! Никак с вами не могу распрощаться, мои дорогие зрители, друзья и подписчики.